Для знаний Курс на развитие В Пермском химико-технологическом техникуме в 2025 году откроется еще один образовательно-производственный центр. Учреждение получит субсидию в размере 100 миллионов рублей на создание и оснащение лабораторий и мастерских с современным оборудованием. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» также будут выделены средства из краевого бюджета и средства работодателей. Пришла пора В вузах Пермского края стартовала приемная кампания. На учебный год открыто более 16,5 тысяч бюджетных мест. Документы онлайн можно подать в 5 вузов на 5 специальностей в каждом, как на бюджетное, так и платное отделение. Во всех заявлениях абитуриент должен расставить приоритеты зачисления. Цифра 1 ставится у той специальности, на которую выпускник хочет поступить больше всего. 5 меньше. При зачислении студентов вуз будет ориентироваться на эту информацию. Документы на бюджетные места принимаются до 25 июля, на платные – до 20 августа. Профилактика. Соликамцы могут проходить диспансеризацию по субботам. Так, в северной части города специалисты принимают каждую первую, третью и пятую субботу месяца. На колейце кабинет работает каждую вторую и четвертую субботу месяца. Записаться на осмотр можно через портал госуслуги или к врачу. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!